Здравствуйте, уважаемые зрители. Я Эдуард Шнепст, председатель общества избирателей Латвии МЭССМ Латвия. Латвия – это мы. И меня не оставляет равнодушным заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая упрекает латвийское правительство в нарушении международных обязательств. Вот конкретно, что она сказала накануне. «Планы Латвии по дирусификации всей системы образования носят явный дискриминационный характер. Москва призывает международное сообщество дать оценку этой неприемлемой ситуации», – заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. «Согласованные внутри правящей коалиции Латвии планы по дирусификации всей системы образования, включая дошкольные учреждения, вызывают серьезную заботчинность. Очевидно, что данная инициатива носит выраженный дискриминационный характер, и конечной целью является насильственная ассимиляция русскоязычного населения», – подчеркнула Захарова. «И далее она говорит, особенно беспокоит, что исключение родного языка из дошкольного образования может самым негативным образом сказаться на обучении русскоязычных детей и, очевидно, отрицательно отразиться на них психологическом плане». По словам дипломата, Москва ожидает от профильных международных структур принципиальной оценки, складывающейся в Латвии неприемлемой ситуации с нарушением прав нацменьшинств в языковой сфере. Несмотря на то, что на русском языке говорят около 40% жителей Латвии, единственным государственным языком в республике является латышский. И что на этом можно сказать? Во-первых, сразу нужно отметить ложное утверждение некоторых пропагандистов о ликвидации русского образования, ликвидации русских школ в Латвии. Школы национальных меньшинств, в том числе и русские, остаются. Эти школы и призваны сохранить в детях их оригинальную национальную идентичность. Вся разница лишь в том, что для того, чтобы быть полноправными гражданами Латвии, чувствовать себя полноправными, быть конкурентоспособными в среде государственного языка Латвии, каждый школьник должен получить основное образование на государственном языке. Странно, что этого делают вид, что не понимают многие. Много говорят о национальных меньшинствах. Но сама Захарова уверяет, что 40% населения русскоязычные. Когда 100% населения владеет русским языком, и латышским владеют далеко не все, то в положении национального меньшинства находятся латыши. И им нужно принимать дополнительные меры, чтобы восстановить языковую среду. Иначе язык продолжит вытесняться, как это было в советское время. Почему-то господу Захарову совсем не беспокоит, как и многих других, что 40% многонациональной части населения Латвии уже ассимилированы русским языком. Они действительно не интегрированы, они ассимилированы. И это нормально. А опасность быть ассимилированным в Латвии латышской языковой средой – о ужас-ужас. Каждый человек, живущий в национальном государстве, название которого не совпадает с названием его национальности, в будущих поколениях имеет риск потерять идентичность. Такой гарантии никто не может дать. Но каждый человек, проживающий в любом национальном государстве, имеет такие успехи в жизни. Насколько глубоко он погружен в местную языковую среду. Говоря о дискриминации, должен сразу вам сказать, что в преамбуле к сатфорстной латвийской конституции сказано буквально следующее. Латвийское государство создано, чтобы гарантировать существование и развитие латышской нации, ее языка и культуры на протяжении веков, обеспечить свободу всего народа и каждого человека в Латвии и способствовать благосостоянию. Эта строка, как и вся система латвийского законодательства, говорит лишь о приоритете латышского языка и культуры, как гарантии сохранения латышской нации. А свободу, обеспечить свободу и способствовать благосостоянию, обещает для всего народа. Никаких ограничений или преимуществ в зависимости от национальности в законодательстве Латвии нет и быть не может. Каких-либо целей по изменению национального состава жителей Латвии государство не ставит, а требования к уровню знаний никоим образом нельзя трактовать, как нарушение прав человека. Более того, в статье 91 Латвийской Конституции сказано, что все люди в Латвии равны перед законом и судом. Права человека реализуются без какой-либо дискриминации. А статья 114 Конституции гласит, что лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность. И на эти права никто не покушается. Покушается только на право, в кавычках, изолировать себя от государственного языка. Также госпожа Захарова упрекает, что несмотря на то, что на русском языке говорит около 40% жителей Латвии, единственным государственным языком в республике является латышский. А что будет, если будет два государственных языка? Это значит, что рядовой гражданин, не обязанный знать все государственные языки, может выбрать один. И в ситуации, когда 100% населения обладает русским, и далеко не все. Латышским, выбор ясен. И все население Латвии вынуждено будет общаться по-русски. Такая ситуация создалась именно в результате полувекового господства советского режима на этой территории. За эти полвека появились немало этнических латышей, которые утратили способность использовать свой родной язык. Потому что такой была создана языковая среда. И государство вынуждено привегать к дополнительным усилиям и мерам, чтобы эту языковую среду восстановить. И это вовсе не значит, что люди других национальностей не смогут сохранять в себе национальную идентичность. Во Франции цвет русской нации сто лет назад в большинстве своем переселились во Францию. Все они вынуждены были погрузиться в французскую языковую среду. За сто лет не было слышно ни одного голоса о том, что это нарушение их прав. И все, кто ценили в себе русскость, и в будущих поколениях сохранили свою идентичность. Миллионы людей в Европе сохраняют свою идентичность, проживая не в своем национальном государстве. И погружаясь в местные языки настолько глубоко, что делают карьеру в науке, в политике, в образовании. В Латвии большие и глубокие традиции русского языка. Нам всегда ставят пример, что здесь сотни лет уже находятся, живут старообрядческие общины. Но ведь обратитесь на себя, госпожа Захарова. Татары в Москве, например, живут дольше, чем старообрядцы в Латвии. Их там 150 тысяч имеют в своей мечети культурные центры и школы. Можете ли себе представить, чтобы они требовали право чувствовать себя нормально, ощущать полный языковый комфорт, не получив образования на русском языке? Странно, правда? Пусть этот пример вас хоть немножко отрезвит. Все говорят о расколе общества. Коль государство хочет всем дать образование на государственном языке, этим оно добивается раскола. Больше демагогии трудно придумать. Если люди будут все одинаково погружены в языковое пространство государственного языка, это как раз и ликвидирует существующий раскол. Ведь не за русский язык идет борьба в Латвии. Хотя здесь живут не только русские. Почему-то люди других национальностей не требуют права не учиться на государственном языке. Только русские. Не странно ли это? Почему-то в Литве все население с советских времен погружено в литовский язык. И никаких упреков литовскому государству за это нет. В Латвии же советской власти удалось достичь наибольших успехов в деле воспитания нового человека. В деле создания новой социальной общины советский народ. Истирание различий между национальностями. Это одно из последствий советского режима. в нашем государстве. И сегодня люди, борющиеся за право оставаться изолированными от государственного языка Латвии это те же люди кто всегда боролся за сохранение СССР за сохранение власти КПСС за переход к так называемому капитализму против вступления в ЕС и в НАТО то есть против всех основ латвийской государственности. Они по всем пунктам проиграли и остался только один последний их окоп. Это вопрос затрагивающий комфорт определенной части населения которые за время советской власти и за 30 лет после советской власти так и не интегрировались в местную языковую среду. это повод будоражить сознание этих людей и вести за собой мы ведь мы ведь знаем кто эти лидеры они ездят в Москву за поддержкой они поддерживают экспансию современной России на своих соседей они избираясь в Латвию в Латвии представляют в Евросоюзе интересы Кремля не меньше не больше Как вы себе можете представить протест русских в Англии в Германии в Испании против образования на местных государственных языках нормальные цивилизованные переселенцы переселяясь в какое-то государство всегда интегрируются в местную языковую среду и от степени их интеграции зависят их успехи в этом государстве и конечно же для того чтобы в будущих поколениях не потерять свою идентичность они должны прикладывать дополнительные усилия только колонисты переселяясь в колонию вынуждают аборигенов говорить на своем языке это и происходило в Латвии особенно в советское время в то советские времена еще не было такой атмосферы что можно обходиться без латышеского языка и на многих языках здесь были и школы и университеты и на будущее в Латвии люди будут говорить на многих языках у русского языка здесь особенный приоритет как я уже говорил 100% населения им владеет и в латвических школах должны изучать русский наряду с другими и будут изучать но люди не получившие основного образования на языке государственном изучавшие его как иностранные несколько часов в неделю всегда будут чувствовать себя здесь иностранцами и именно это добиваются этого добиваются лидеры протеста в Латвии нормально думающих людей большинство поэтому изменить курс правительства не удастся в этом вопросе мы просто завтра на митинге увидим сколько людей еще в нашей столице сохранили про советское про имперское мышление сколько людей выступают против основ латвийской государственности и если не будет провокаций ничего не случится ничего не изменится международное сообщество понимает особую ситуацию в Латвии понимает что Латвия это единственное место на земле где могут быть созданы условия для сохранения одной из национальных культур латышской в других местах это невозможно русские Латвии свою идентичность не потеряют рядом Россия с ее культурой откуда можно иметь культурную подпитку как я называю у нас есть русский театр продаются русские книги гастролируют русские актеры и группы есть дом москвы все это работает легально разрешено не запрещено у нас каждый житель может говорить по-русски вот у поляков у эстонцев литовцев может быть проблема у русских такой проблемы нет а у лидеров протеста проблема не в том что пропадет русский язык а в том как бы обгородить говорящих по-русски от латышей хоть каким-нибудь хоть маленьким языковым барьером как бы сделать их неконкурентоспособными в Латвии чтобы потом продолжить борьбу за их якобы права за русификацию за влияние соседней империи нет этот подход нечестный правды в этом нет как я говорил международное общество понимает что у латвийского правительства в этом вопросе все права и поддержка населения оно пользуется в этом вопросе ведь бывший теперь уже бывший мэр Риги господин Ушаков предлагал увеличить финансирование в русских школах для углубленного изучения русского языка для увеличения часов так нет же лидеры завтрашнего протеста первыми выступили против этого предложения не сохранение русского языка и русскости их интересует их интересует отказ от образования на государственном вот с такими людьми в будущих поколениях они продолжат борьбу против латвийской государственности а господи Захаровой я бы посоветовал обратить внимание лучше на положение национальных меньшинств в своей стране коль сделали необязательным для преподавания в школах для обучения в школе языкам национальных меньшинств в российской федерации вы заложили большую бомбу под единство России в тот момент когда авторитарный режим перестанет существовать наряду с нечестным распределением налогов между регионами вот это игнорирование национальных меньшинств и будет большим символом для распада об этом вы подумали они вмешивались в дела соседних государств которые пытаются объединить народ знанием государственного языка как это происходит в любом государстве везде в мире спасибо за внимание я думаю мы поняли друг друга языки здесь ни при чем это продолжение борьбы за сохранение последствий советской колонизации и люди на митингах и на завтрашнем митинге наряду с плакатами о языке будут нести плакаты и высказываться и в пользу преимуществ советского строя и вспоминать СССР и может быть даже утверждать что коммунизм вернется это звенья одной цепи это не борьба за русский язык это борьба против государственного языка как одна из основных частей латвийской государственности еще раз спасибо за внимание мы еще поговорим о многих проблемах Латвии а об этом пора заканчивать всего доброго аппетит а Продолжение следует... Продолжение следует...